Привет, ребята! Сегодня среда, и добро пожаловать в Спроси у Оксаны. Я Оксана, и я сегодня буду отвечать на ваши вопросы. Итак, вопрос номер один задала нам Галя. У Гали задала даже два вопроса, поэтому прочитаю один, второй был такой же. Скажи, пожалуйста, а правда ли, что статические упражнения, такие как планка, сжигают жир? Или это миф? Буду рада услышать ответ. Удачного дня! Когда мы говорим о тренировках для сжигания жира, стоит помнить несколько вещей. Во-первых, тренируясь в зале, можно себе помочь, а можно себе и навредить. А также, чтобы тренировки были успешными, стоит помнить несколько важных моментов. Во-первых, нужно следить за своими гормонами, и нужно знать, в порядке они у вас или нет. Если нет, обратиться к врачу. Во-вторых, нужно следить за питанием. Во-вторых, нужно избавиться от сидячего образа жизни или, так сказать, статического образа жизни, когда вы проводите в одном положении, например, сидя за компьютером, очень долгое время. Это можно исправить и нужно. И четвертое, нужно знать, сколько и как вы спите. И если ваш сон слишком короткий или очень плохого качества, что вы не будете делать в зале, все может отразиться в обратную сторону. Итак, если эти четыре момента учтены и у вас все в порядке, по каждому из них стоит галочка, тогда тренировки помогут вам сжигать жир. Итак, какие же тренировки и как же можно сжигать жир, используя тренировки? Стоит помнить, опять-таки, что все мы разные, поэтому не существует одного упражнения, которое подойдет всем, и оно будет сжигать жир. Но ничего страшного, есть комплекс упражнений, или лучше сказать, комплекс советов, как составить этот комплекс упражнений, чтобы он помог вам сжечь жир. Итак, я вам представляю несколько пунктиков, они у меня здесь записаны, которые помогут вам сжечь жир. Пункт номер один. Упражнения, которые вы собираетесь делать для сжигания жира, должны быть легко доступными. Это значит, что вам не нужно ехать в спортивный зал, тратить на это два часа, чтобы добраться туда, два обратно, вам не нужны какие-то специальные тяжелые гантели, вам не нужно искать место для парковки, опять-таки, чтобы пойти в зал. В общем, чем больше доступна будет ваша тренировка для вас, тем естественнее, что вы сожгете жир. Пункт номер два. Чтобы сжигать жир, вам нужно использовать все тело. Как мы уже знаем, тело не теряет жир в какой-то одной части нашего тела. То есть, нужно задействовать как верхнюю часть, так и нижнюю, чтобы жир ушел. Пункт номер три. Упражнения должны стимулировать и нагружать сердечно-соседистую систему. То есть, если вы, например, делаете какие-то упражнения силовые, то не стоит отдыхать очень долго между упражнениями. Лучше всего, если вы будете делать одно упражнение за другим, с минимальным отдыхом между упражнений. Пункт номер четыре. Не нужно поднимать огромные тяжести, если вы хотите похудеть. Стоит использовать утягощения, с которыми вы можете сделать больше, чем восемь раз. Если вы не можете сделать восемь раз, значит, это слишком тяжело для вас, и это будет больше работать на постройку мышц. Поэтому ищите что-то полегче или можно даже делать без. И пункт номер пять. Это то, что тренироваться стоит регулярно. Это очень важно, и пункт нельзя убрать для похудения, в общем-то, и для наращивания мышц. Тренировки регулярные – это очень обязательно. То есть, нужно тренироваться минимум два-четыре раза в неделю. Итак, учитывая все эти пять пунктов, теперь мы вернемся к вопросу. Планка, естественно, не подходит почти ни под одно из этих описаний. То есть, планка работает только нашу часть живота, то есть, внутренние мышцы живота. Она не задействует нашу сердечно-сосудистую систему. Опять-таки, я не знаю, сколько раз вы планку делаете в неделю. И, в общем, планка не сжигает жир, поверьте мне. Планка отлично тренирует мышцы живота, но она не сжигает жир. Однако, если вы включите планку в тренировку, например, будете делать более интенсивный вариант планки с какими-то движениями, плюс упражнения на ноги, на попу, на руки, то, скорее всего, и планка поможет вам похудеть. Статические упражнения просто, когда мы сдержим какую-то позу, не работают. Однако, если включить их в программу тренировки и делать вместе с какими-то другими упражнениями, причем интенсивно, то жир будет таять. Итак, второй вопрос у нас от Марины. И она спрашивает про стойку на руках. Видела ваше фото, где вы стоите на руках. Очень здорово. Сама давно хочу научиться. Сначала у стенки делала, сейчас делаю на матах, без стенки или поддержки со стороны. Отталкиваюсь ногами от пола. Спину стараюсь держать прямо, не прогибать, таз подавать вперед, ноги прямые, носочки тяну. Получается, на долю секунды, секунду задерживаются и падаю, чаще в мостик. А хочется подольше стоять, разводить ноги в сторону, в стойке и вообще мечта ходить на руках. Можете ли дать совет, как дальше учиться, правильная ли техника. Буду признательна за ответ. Итак, девчонки и парни, и вообще ребята, стойка на руках, как вы знаете, это моя любовь. И в данный момент я меньше ее тренирую, практикую, потому что я немножко потянула свое плечо. Во-первых, на такой вопрос очень тяжело ответить, потому что я не вижу. Дело в том, что когда ты не видишь, очень тяжело представить, как это выглядит. И по описанию я, конечно, могу представить, но это все-таки не то. Я надеюсь, вы понимаете. Но есть пару советов, которые я могу дать даже по письму. Дело в том, что у меня была такая же проблема. Когда я только училась стоять на руках, я все время вставала на руки. На секундочку я, может быть, ноги соединяла и все, бахалась, падала в мостик. И дело в том, что ты падаешь в мостик по нескольким причинам. Причина номер один – это то, что у тебя очень гибкая спина, и ты не боишься падать в мостик. Потому что обычно, если ты в мостик не делаешь, ты в мостик не падаешь. И вторая причина, и я знаю это на своем опыте, это то, что очень слабые мышцы живота и вообще корсета. Если мышцы живота сильные, это помогает, как ничто, удержать стойку на руках. В общем, что я могу посоветовать? Так как стойка на руках – это комплексное упражнение, и помимо того, что у вас должна быть сильная средняя часть, должны быть сильные плечи, сильные руки и вообще очень круто, даже пальцы должны быть сильные. Итак, что могу посоветовать? Могу посоветовать укреплять эти части тела. В моем видео, которое я вам показывала, оно длится несколько минут, конечно, но я показываю упражнения, которые нужно делать, можно сказать, месяцами. Потому что если вы не можете держать вот эту тарелочку, я не знаю, как это по-русски называется, холлоу-мен, эту позу, когда, знаете, вы полностью скручиваетесь и отрываете ноги и плечи от пола, прогнутые вот такие, это одна из лучших поз. И в то же время, когда вы уже ее можете держать, нужно заводить руки назад и держать с руками. Это будет почти что поза, как вы ее должны держать во время стойки на руках. В общем, посмотрите еще раз мое видео о том, как стоять на руках, и самые первые упражнения, которые я учу, которые нужно делать, чтобы укрепить мышцы живота. И также стоит укреплять мышцы плеч, плечей, плеч и руки, потому что руками вы должны со всей силы толкаться в пол, и именно это движение, именно толчок пола вниз. Вы как бы не пытаетесь просто стоять на нем, а прям думаете, кого-то отталкиваете пол от себя. И, в общем-то, все остальное дело техники. Желаю удачи, обязательно посмотрите еще раз видео, оставлю ссылку под видео. И больше мне, наверное, нечего сказать, потому что я все-таки не вижу, и поправить никак больше не могу. Последний вопрос, вопрос номер три. Скажи, пожалуйста, в некоторых видео ты говоришь, что перед выполнением того или иного упражнения необходимо хорошо разогреться. Не могла ли ты сделать видео именно с такой тематикой? Как же все-таки хорошо и, самое главное, правильно разогреться? Спасибо. И второй вопрос еще был по этой же теме, про шпагат. После того, как я позанимаюсь с кардиосиловой нагрузки, я растягиваюсь, хочу сесть на шпагат. Но бывают дни, когда я не занимаюсь, или утром позанимаюсь, а вечером хочу порастягиваться. Скажи, пожалуйста, можно ли делать растяжку, пока читаешь или смотришь что-то по телевидению, например, без разогрева мышц? Так, отличные вопросы. Разогрев перед тренировкой. В общем-то, все знают, что разогреваться перед тренировкой нужно. Но почему нужно и что нужно делать? Во-первых, я скажу, что делать не нужно. Очень долгое время считалось, что нужно перед, например, бедом потянуть ноги. То есть сделать статические растяжки. И я до сих пор часто вижу, что люди это делают. Это просто ужас. Это делать нельзя. Нельзя, нельзя, нельзя. Думаю. Дело в том, что учеными доказано, что любые статические упражнения перед силовыми или кардиотренировками делают вас слабее и, наоборот, увеличивают возможность травмы. Поэтому, если вы хотите разогреться, нужно делать динамические растяжки. Но перед тем, как я перейду к тому, что делать, к тому, как делать растяжку перед тренировкой, я бы хотела рассказать вам, зачем вообще нужно делать эту растяжку. Потому что иногда некоторые люди говорят, о, это трата времени, я и так бегу, значит, побегу, значит, все будет нормально. Окей. Зачем же мы делаем этот разогрев? Итак, во-первых, мы разогреваем наше тело для того, чтобы уменьшить количество травм. Мы разогреваем тело, повышается температура тела, кровь начинается двигаться быстрее, она становится более жидкой, и наши ткани напитываются кислородом, и мышцы становятся более гибкими, и это уменьшает возможность получения травмы во время тренировок. Представьте, что если взять резинку и быстро ее натянуть, то она может порваться, а если резинку немножко погреть и пошевелить, и потом растянуть, то, скорее всего, она не порвется. Так же и с нашим телом. Мышцы, они становятся более гибкими и более, так сказать, принимают большую нагрузку, увеличивается большая амплитуда движения, и это все уменьшает возможность травмы. Когда мы разогреваемся, наше тело открывается легкой испариной. До такого уровня как раз и нужно делать разогрев. И когда вы начинаете немножко потеть, это значит, в вашем теле включилась охладительная процедура. И это очень важно, потому что если тело не будет охлаждаться, оно может перегреться, и человек может даже отключиться. Поэтому, когда мы разогреваемся, стоит доходить до такого уровня, когда появляется легкая испарина. Также очень-очень важный момент, это то, что когда мы разогреваемся, мы фокусируемся, наше внимание переходит на тренировку, мы отключаем мозги от всего остального, что вокруг происходит, и опять-таки это помогает нам предотвратить травмы во время тренировки. А во-вторых, это немножко как медитация. Наши мозги отдыхают от всех этих мыслительных процессов и занимаются делом, то есть телом. И когда мы разогреваемся, выделяются гормоны, которые помогают нам в нашей тренировке и в наших целях. Выделяются такие гормоны, как эндорфин, мы все знаем, мы счастливы после тренировки, адреналин, потом гормон роста и тестостерон. Тестостерон – это самый главный гормон, который помогает в наращивании мышц. Естественно, у женщин его намного меньше, чем у мужчин. Итак, это очень важно, чтобы задействовали эти все, чтобы все процессы начали действовать. В общем, разогрев – это очень-очень важная процедура. Теперь, надеюсь, я вас убедила, что разогрев – это важно. Как же делать этот разогрев? Разогрев должен соответствовать будущей тренировке, но в то же время, как мы знаем, наше тело не может отключить только ноги, и чтобы они пошли бегать, и все остальное будет отдыхать. Нет, поэтому тренировку нужно начинать с разогрева всего тела, то есть больших групп мышц. Например, вы можете начать с бега на месте, потом подключить руки, делать вращения руками, потом ноги, высокие коленки, например. Потом вы можете делать выпады, приседания, и потом делать динамические растяжки. Например, поднятие ног в разные стороны, вверх, вниз, вбок. Но очень важно помнить, что это только разогрев, и не нужно махать своей ногой или рукой по полной амплитуде, или даже больше, чем ваша нога или рука может, потому что тогда может себя как раз-таки повредить. И что относилось ко второму вопросу про растяжки, то я бы никогда не рекомендовала делать растяжки на шпагат без разогрева. Обязательно стоит разогреваться, иначе вы можете подтянуть какую-либо мышцу. И вот многие из вас уже писали мне, что так и получилось, что что-то потянулось. И иногда это занимает до 6 месяцев, чтобы зажить. Я думаю, это того не стоит. Можно разогреться, 5 минут хорошо попрыгать, побегать, чем потом 6 месяцев ходить хромать и не иметь возможности растягиваться и достичь своей цели. На сегодня это всё. Надеюсь, это было полезно. Если было полезно, то не забывайте пальчики вверх. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующий выпуск. И до встречи в следующих видео. Всем отличного настроения. С вами была Афсана, и пока. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!